Приветствую вас, во-первых, надо сказать, что не совсем ясен ваш вопрос, да, то есть он очень такой неопределенный, вы сами как будто бы очень не уверены в себе и в том, что хотите в том, в том, что, как бы, ну, в том, что вас интересует, вот, и так далее. В первую очередь, в первую очередь, нужно понять, что имеет в виду ваша подруга под, ну, под гипнотической привлекательностью, вот. То есть ведь каждый человек, по-своему это понимает, вот. Может быть, не изменились не вы, а она, вот. Понимаете, какая штука? Это первое. Второе. Конечно, вы могли измениться из-за, ну, из-за брака, естественно. Вы могли стать более спокойными, вы могли стать менее такой, ну, менее ярко выражающей свои чувства, свои эмоции и прочее, прочее, прочее. С годами вы могли стать более сдержанный, и вот. Вот возраст очень часто связываются именно с этим, именно с сдержанностью, ну вот. Так что это в общем и целом нормально тоже, вот, но меня настораживает то, что вы спрашиваете по поводу того, нормально ли это для женщины. То есть такое впечатление, что вы в себе не уверены, такое у меня по крайней мере впечатление сложилось, что вы в себе не уверены. И соответственно, если вы в себе не уверены, то именно с неуверенностью в себе и нужно взаимодействовать, и нужно работать. Ну вот, вот вы спрашиваете допустимо ли это для женщины, вот, как бы, что значит допустимо, на какие рамки вы пытаетесь опираться. Да, то есть, человек меняется, это нормально, человек меняется там в течение жизни, это нормально. Опять же, опять же, вы можете быть в себе не уверены и из-за этого так. То есть, когда вы пытались, к примеру, будучи не замужем, да, не замужем, вы пытались, допустим, завоевать внимание людей, да, для вас было более актуально. Возможно, вы были более в тонусе, чем сейчас. Просто. Но, опять же, это мало что значит. Потому что ваш вопрос, он такой очень неопределенный. Но, совершенно определенный то, что, а, вы не уверены в себе, б, вас задевает, вас задевает этот момент. Что-то он вам, как бы, ну, не придущее, почему-то, почему-то он вам не придущее. Почему он вам не придущее, это вопрос. Вот, на эти темы, мне кажется, с вами нужно разговаривать. В первую очередь. Вот. А, дальше уже будет, в принципе, я полагаю, понятно. Вот. А так, в принципе, на ваши вопросы можно ответить позитивно. То, что, да, может быть, вы изменились из-за брака, с годами, может быть, изменились. И это допустимо для женщины. А, не совсем понятно, значит, вы пишите, не могу докапываться до причины грусти. Вот. А, что стоит. А, зачем докапываться до причины грусти? Для чего? То есть, как бы, вы хотите понять, почему вам грустно? Возможно, вы пытаетесь удержать в себя ту, чем вы были когда-то. Хотя, на самом деле, вы уже другая. И, возможно, вся проблема в том, что вы считаете, что вы должны оставаться кем-то постоянно. А это так не работает. Нельзя на протяжении всего времени жизни оставаться одним и тем же человеком. Это не работает так. К сожалению. К сожалению. Надеюсь, что на ваш вопрос я смог ответить должным образом. И, соответственно, вы уже дальше для себя выберете. То есть, либо вас что-то не устраивает, например, в браке. Что вы в таком вот негативном ключе говорите. Говорите. Именно про брак. Либо вы... Ну, либо есть... Какой-то еще... Аспект какой-то еще момент. О котором я не знаю. Вот так. Самое главное... Самое главное. Это определить, что вообще вкладывает доброго в это вот понятие гипнотическое притягательство. То есть, если у вас, к примеру, был какой-то ресурс, да, у вас был ресурс, ну просто, просто ресурс. Обыкновенный, 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 человеческий ресурс. Вот. И вы его, значит, использовали, там, для всех окружающих вас людей. Вот. То, когда у вас появится мучь, конечно, вы стали весь ресурс, эм... Тратить, эм... Что-то, на мужа, и... Эм... Ну, с другими людьми вы, естественно, стали вести себя... Эм... Эм... Несколько более сдержанно. Что нормально. Вот. Вот. Но пока... Образ заключается, опять же, в причины грусти. То есть, вам... Ну, нужно поговорить об этом. С психологом обсудить этот вопрос. Эм... Я пойду так. Потому что, гадать... О таких, эээ... Глобальных вещах, да... На основе только одного... Вопроса-вопроса, на основе только одного вопроса. Ну... Мне кажется... Н-м-м... Некорректно. И неуважительно... По отношению... Собственно говоря, вам. Вот. Так мне... Так мне видится... А... Ваш... Ну, так мне видится ответ... Вам. Вот. На этом все. А... Если у вас остались... А... Дополнительные вопросы. Вы можете... А... Задать мне их в личку. А... Я буду рад вам помочь. А... Если... У вас... А... Если вам понравился мой ответ. А... А... Сделает его... Лучшим. А... Я желаю вам... Всего... Самого доброго. И... Удачи!